Программу «Вечер Владимире» продолжает «Вечерний зефир». И сегодня у нас в гостях Алексей Молдалиев, певец и композитор. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, Леночка! Я знаю, этот год особенный для вас, юбилейный. Расскажите, какие юбилеи отмечаете? Ну, во-первых, самый главный юбилей, который был от Ялтинского конкурса с 1991 года. Тогда был всесоюзный конкурс молодых исполнителей. Это уже прошло 30 лет, вот я отметил. Ну, естественно, я потом перечислил на «Творческом вечере» все конкурсы, которые у меня были последующие. И я работаю уже в культуре 35 лет. И я все соединил и сделал. «Творческий вечер» у меня был в декабре. Вот сейчас недавно «Творческий вечер» был в Доме работников искусств. Вот, и тут у меня... Ну, в общем, состоялась серия концертов, посвящена вот этим всем датам. Потому что работы было мало в связи с пандемией. И как бы вот я отсрочивал все эти даты. И получилось так, что вот декабрь и январь вот такие концерты. То есть вот посвящены вот этим юбилеям. А вот расскажите о Ялтинском всесоветном конкурсе. Давайте вспомним. Ведь вы первый, можно сказать, владимирский исполнитель, который получил такую престижную награду. Ну да, собственно говоря. Я когда начинал вспоминать уже все события, значит, 30 лет, которые прошли назад. Какие-то уже что-то с памяти стирается. Какие-то детали. Потому что это было уже давно. А то, что это был конкурс, ну и для меня, конечно, был конкурс. Он как бы не первый был. Потому что первый был конкурс в 89-м году. Это был конкурс польской песни вот в Рязани. Мы там стали лауреатами с Галей Орловой, Царствие Небесное. А потом уже вот этот такой конкурс ялтинский, я считал, что это уже профессиональный, такой, хорошего уровня. Достойный. Вот. Мы, собственно говоря, попробовали, отправили материал, песни. И я вышел вот в отборочный потом, в финал. То есть вот как бы достаточно это было все и неожиданно, и, конечно, это все было волнительно. Потому что тогда это был конкурс такой на Первом канале, его просто трансляции были ежедневные. И отборочные туры все трансляции были, да и не по одному дню. То есть это была достаточно нервная такая система там. А кто в жюри был? В жюри был Игорь Крутой, Матецкий, Вячеслав Добрынин, Лайма Вайкули, Якуала. Ну, кто-то еще, я уже... Сейчас я все уже не помню. А вот этот конкурс, например, в Ялте, что он вам дал? Какие-то, может быть, перспективы открыл перед вами? Или, может быть, какое-то видение своей дальнейшей творческой жизни? Нет, ну, конечно, это, что говорить, это толчок. Это толчок очень хороший для какой-то творческой работы. Потому что, как и любой конкурс, для кого бы то ни было, любой конкурс является толчком. И будоражит. Потому что все-таки собираются участники, конкурсанты, общаются между собой. Вот это вот... Там есть определенная, конечно, вот эта соревновательность. Хотя все, как правило, да, конкурсанты, как правило, разные. И как бы вот говорить о соревновательности какой-то, я думаю, что не стоит. А то, что вот происходит постоянный вот этот вот среди участников обмен, не только энергетический, а у каждого свой творческий подход, у каждого какие-то определенные песни, свои аранжировки. И вот это вот дает хороший тоже толчок. Ну и потом все-таки всесоюзный тогда конкурс, он, по-моему, был единственный тогда, который транслировался вот в таком широком формате. И он прозвучал потом уже во всех музыкальных программах у нас, всех участников, победителей этого конкурса. Там и в утренней почте, и в музыкальном киоске, какие-то были программы, еще что-то. Но в общем, было везде. То есть это вот эта ситуация такая, вот какой бы взрыв, да, существовал вот у меня вот лично, в моем таком психологическом аспекте. И это ответственность. А поскольку мы с ребятами играли, у нас был состав, конечно же, возникло желание что-то делать, обязательно относиться уже как-то по-особому к аранжировкам, делать новые песни и свои. Ну и играли, конечно, еще и другие популярные песни. Так что это, конечно, толчок, что говорить, да. А вот из тех, кто участвовал, например, в этом конкурсе, а кто-то в дальнейшем продолжил, так скажем, путь на большой эстраде? Конечно, продолжили. Ну, как бы, всем известен, конечно, вот Мурат Насыров, тоже царственнебесный талантливый человек. И он как бы там пошел в горы в какое-то время. И продюсер у него потом появился. И товарно-сырьевая биржа, которая была тоже спонсором нашего конкурса, она ему помогала, поскольку у него был гран-при, и там был уже с ними договор. И это было достаточно вот у него яркое, потом, посеконкурсное, было такое движение. Вот Марина Хлебникова, опять же. И сейчас вот до сих пор работает и Феликс Сарикати, а Света Кратиева, Лена Кузьмина часто тоже работают в Москве, но они больше всего, конечно, преподают. Олег Клип, педагог тоже по вокалу, у него тоже своя музыкальная школа вокала в Москве. Ну, как бы, если они сейчас не поют, но они сейчас уже педагоги достаточно, грамотные, хорошие педагоги, поскольку у всех же образование музыкальное хорошее. Вот, а как бы половина участников, ну вот я, честно говоря, даже, не знаю, вот Толи Шенберг, он сейчас работает с авторской песней, но у него альбомы он записывает авторской песни, он участвует в фестивалях авторской песни, я вот с ним в соцсетях много общаюсь. То есть, вот, как бы люди, ну и вот на последний творческий вечер, ко мне приехала Лиза Ахматова, тоже наш лауреат, она заслуженная артистка Чеченской республики, народная артистка Ингушетия, она вообще такая талантливая. И она вот приехала ко мне на концерт, вот, в Доме работников искусств, мы с ней там и спели, и она спела свои песни, она сама тоже как композитор работает, автор с песней. Ну, кто-то работает, ну, чтобы так, чтобы быть вот звездами первого эшелона, к сожалению, у многих не получилось, потому что, извините, у меня был 91-й год, и это самое, это, по-моему, последнее какой-то конкурс был при советской власти, и потом все это так рухнуло. Я еще и удивляюсь, как там в Москве они сохранили какие-то свои вот эти вот места и свою работу. То есть я думаю, что это после Путча, это было достаточно тяжело. Насколько я знаю, вы не только в конкурсе исполнителей участвовали, но и в конкурсе композиторов. Да. Конкурс композиторов был в 2011 году, и я стал победителем конкурса композиторов, который проходит в Санкт-Петербурге имени Андрея Павловича Петрова, композитора. И у меня там была, я там стал победителем, стал первое место с песней «Лето моё». Вот как проходят конкурсы исполнителей, вот лично мне более-менее понятно, а вот как проходят конкурсы композиторов, как выбирают лучших из лучших? Собирают тоже так же, собирают заявки, присылается материал, они его отслушивают, и потом из всех там сколько-то тысяч человек с России выбирают уже сколько там нас было, не помню, около 20 что ли человек или меньше. Вот. И причём все присылают свои заявки, свои песни под каким-то своим ником. То есть, меня должны были давать не свои имена, а фамилии, потому что наши песни там поют другие солисты питерские, и как бы вот под какими-то никами, значит, мы вот... А уже потом, когда победителя объявляли, уже объявляли в уже настоящие фамилии. Но это, конечно, было и так интересно, и азартно в то же время. Вот, наверное, всё-таки юбилейный такой период – это время, когда можно оглянуться назад, можно выделить какие-то, например, этапы в творчестве, да, особо знаковые. Ну, дело в том, что у нас постоянные этапы, потому что сделал новую песню, записал – уже этап. И вот какие-то концерты юбилейные, пусть они юбилейные какие-то, вот к своему дню рождения там у меня были тоже какие-то концерты, да. И материал, который идёт вот к конкурсному юбилею. И потом презентация, например, альбома. У меня вышел альбом, да, например, «Мои грёз» тоже был концерт. Значит, была презентация альбома «Откровение», значит, тоже концерт. То есть постоянные этапы – это вот как бы говорить о том, ну, как подводить итоги-то ещё рано, как пела ДТП. Нет, можно подводить итоги и планировать дальше. Нет, ну, конечно, я, нет, дело в том, что как творческий человек, вот я, например, да, со своими музыкальными какими-то замашками, у меня постоянно существует вот эта работа музыкальная и песенная, и со стихами, то есть у меня поэты, с которыми я постоянно работаю, те, которые, стихи, которые я нахожу. То есть это постоянно идёт какая-то работа, постоянно что-то ищу, постоянно что-то делаю. То есть это находится уже, это вторая натура, от этого никуда не денешься. Сейчас вот мы записали последнюю песню, я записал на стихи Виктора Николаевича Дюнина, поэты-песенника, который очень много работал с Антоновым, сделал вот очень хорошие песни, там «Белый сплоход», с ансамблем «Аракс» они делали песни. С чего бы всё это, вот я тоже, она есть в репертуаре. И мы с ним познакомились, он мне предложил несколько стихов. Я записал песню на его стихи, песня называется «Моя богиня», точно лирическая такая композиция. Это достаточно красиво получилось, всем очень понравилось. И опять же вот мы с Юрой Балажаровым познакомились в Питере, как раз на конкурсе композиторов. Он пишет стихи, они в основном пишут песни с Володей Евзеровым для Валерия Люнтьева, много песен. И он мне дал первую песню, которую я записал, да, действительно, эта песня «Снегом замело». И она вошла в альбом «Откровение». А потом уже мы с Юрой, значит, нашли такой, давай что-то ещё, ну давай вот это, давай вот это. То есть мы набрали на целый альбом песен, записали и сделали уже альбом. Вот в 18-м году мы презентовали его «Блуждающие звёзды» альбом. То есть вот как бы происходят какие-то встречи и постоянные какие-то толчки, постоянные этапы. А говорить о том, что ну вот было там, да, там меня уже спрашивают, а на каком конкурсе у вас какое место там, как я говорю, ну здесь, ладно, в Ялте, я понимаю, что у меня первое место там было. Потом в Сочи, в городе Марина Эстрада, я уже не помню какое, как не помню, я говорю, так, не помню, у диплома лежат там, я даже не забыл. Второе или третье, там конкурс был в Харькове в 95-м году, конкурс имени Хлавы Ивановича Шульженко, тоже там лауреат, там вторая, что ли, привели, тоже первая, кстати. Вот уже не помню. А вот, кстати, по-моему, вы сейчас ещё какую-то премию получили. Премия, да, меня наградили премией в области литературы и искусства, это областная премия имени Алексея Ивановича Фатьянова. Потому что Алексея Ивановича Фатьянова меня связывает очень много с детства, очень хороших песен. Поэтому, когда вот я уже несколько раз принимал участие на Фатьяновском празднике поэзии «Песни в Язняках», я вот пою песни на стихи Фатьянова. И мало того, что мы, я уже сделал три песни на стихи Фатьянова, как бы вот свои. Вот Аня, внучка поэта, она, значит, вот мне предложила, говорит, Лёша, такие стихи вот хорошие, может быть, получится. Я смотрю, говорю, очень хорошо получится. Я даже не сомневаюсь. Получилась песня «Русская девушка» на стихи Алексея Ивановича. То есть, вот опять же, опять же, опять же, вот, опять какие-то сдвиги, опять же, что-то вот, ну, это не дает покоя все вот это. Алексей, а что вот оказывает влияние на ваше творчество? Новые тенденции музыкальные каким-то образом на него влияют, или вы стараетесь от этого немножечко отстраняться? Ну, как сказать, новые тенденции? Я, конечно, достаточно консервативный человек, но не до такой же степени, чтобы не видеть новые тенденции. К сожалению, в новых каких-то, как ты говоришь, тенденциях, или модной музыке, да, и как бы назвать ее музыкой, может быть, нельзя. Мало мелодичности, все-таки очень много строится на ритме. А я, поскольку такой человек, который... Мне нужна мелодия, во-первых. Для меня, может быть, это моя ошибка, мне всегда нужен гармонический ряд музыкальный, чтобы это мне... Чтобы это как-то не просто, а и водорожило, а просто хотя бы волновало, чтобы слушать можно было. Вот. И концертный вариант. Не просто как-то там включил и дергаться там до сюда. Хотя я не исключаю, что и хочется тоже, мне есть интерес, сделать и какую-то, может быть, новую, какие-то новые треки на популярных ритмах. Но, с другой стороны, не хочется высасывать из пальца. Логичнее выходят песни и мелодии, которые органично вот у тебя ложатся, и потом выходят. А когда ты начинаешь уже высасывать, нет, надо вот сделать, вот я вот сейчас сделаю вот так, это я сделаю так, это я вот сделаю так, нет. Хотя, может быть, на заказ можно сделать. Когда тебе заказывают, скажут, Алексей, вот надо такую-то песню, чтобы... Но тут главное, чтобы с поэтом, да, чтобы посмотреть, надо вот такую... Вот у меня есть такая ритмическая тема, давай вот, значит, на это. То есть поэт иногда делает вот на музыку уже какие-то стихи, мы с ним работаем, мы перерабатываем, как мы с Сашей Капускиным делали. Значит, у него, давай, значит, вот это, я говорю, нет, давай поменяем, давай. Очень долго иногда проходит время с одной песней, когда возишься, со стихами, чтобы это ритмически попало, и как бы было достаточно хотя бы актуально. Ну, есть разные песни, даже вот фатянские песни, то есть у меня есть на его стихи песня «Не зови меня». Я сделал не актуальный такой вариант, а ушел куда-то в 50-е годы, и мне хотелось звучание, как у Бориса Макроусова сделать такой композитор, сделать... Они с ним много работали, с фатяновым, и я говорю, надо вот сделать. И мы записывали специально и звуки, и тембры, и инструменты, чтобы это было вот как будто оттуда. И вот люди слушают, говорят, что-то, а мы не слушаем, нет, что-то знакомое вроде бы, ну, старые песни. Я говорю, нет, она новая, записана сейчас, и как-то вот на этой удаленности. То есть это интересные какие-то проекты, как бы эксперименты, потому что хочется, чтобы звучало как в 80-е годах. Есть же все-таки, мы же слушаем музыку и понимаем, что это 90-е, это 70-е, это вообще... И хочется экспериментировать. Конечно, потому что оно сейчас столько разной музыки, и столько делают интересных вещей, и такие повторы временные, думаешь, боже мой, сейчас так никто не делает. Оказывается, это все возможно, это зависит просто от какого-то творческого видения человека. Алексей, спасибо большое, что пришли к нам сегодня в гости, а я нашим телезрителям предлагаю послушать вашу песню «Снегом замело».